Это дерьмо, это говно и это трэш Лукашенкааа А здесь получился ум Я что-то не понял Во-вторых, песня кусок говна Так, какие-то зараженные ковидом Демоны пробираются сквозь кусты Но с точки зрения вот технического попадания На евроидении, здесь все чисто Ну, это дерьмо Это просто такой плевок, я бы даже сказал Вброс Я ставлю этой песне Ну что ж, любимые, дорогие Прекрасные соседи, раз уж так у нас Великолепно идут дела у России С точки зрения артиста Который поедет от нашей страны Посмотрим, что же приготовили наши соседи Украинцы, значит, подготовили Ревамп, то есть обновленную версию Своей песни для евроидения И Беларусь тоже выпустила Песню вместе со своим новым участником Мы сейчас посмотрим обе песни И, как говорится, побратуемся Это канал Ромузыка, поехали Евромидение Евромижен В ночь до 15 марта Ромузыка выходит в эфир так Как никто другой не может Без сценария Без цензуры Без проблем Прямой эфир Грэмми В группе Ромузыка 15 Привет, ребята, меня зовут Рамин И это Ромузыка Ну что ж, мы вернулись Я вернулся Как говорят тренды Ютуба Кошмар какой Большое количество людей согласны С моей точкой зрения По поводу национального отбора России на Евровидение Можете посмотреть Это мой последний видос Перед этим Заходите, смотрите Также хочу напомнить, что в ночь с 14 на 15 марта У нас будет трансляция премии Грэмми В нашей группе ВКонтакте С моими комментариями С переводом Будут все красные дорожки Я надеюсь, что будет народ В зале, на сцене Будет народ среди зрителей Я ожидаю что-то Какие-то надежды Потому что все, что мы видели до этого Это какие-то обрезки премий Ну а сейчас мы поговорим об Евровидении Штаб Евровидения 2021 Евромидение Снова работает И проснулся я А впрочем и заснул Под огромное количество Комментариев и призывов Срочно посмотреть заявку От Украины обновленную И от Беларуси Конечно же Мои любимые комментаторы Евровидения и жители Украины Ну или фанаты группы Гоуэй Мне без разницы Которые поносили меня под прошлым видосом Сейчас наконец-то поняли Что наверное да Все-таки Песня группы Гоуэй Не самая лучшая в качестве претендента На победу на конкурсе Верно, да? Да, верно И также убедились в том Что я все-таки высказываю Негативно по поводу Песен, которые мне не нравятся Это никак не связано со странами Гоуэй Шум Песня, ребят, длилась Долго В обзоре на Украину Можете посмотреть краткую справку По поводу этой страны Если я ее там делал Не помню В общем, я говорю честно Все говорю как есть Евровидение Это такой конкурс Я считаю, что реакции Отлично подходят Посмотрел Подумал Проголосовал И все Вот так происходит на Евровидении Почти 200 миллионов человек До сих пор смотрят конкурс Поэтому все, кто говорят Что конкурс Никому не нужен Извините Это Грэмми и Оскар Никому не нужны Их уж точно смотрят Намного меньше людей Поэтому Евровидение живет Гоуэй Посмотрим обновленную версию Я говорил, что Песню просто сократят Как это обычно бывает Очень редко люди Переделывают песни Хотя этот год у нас Ознаменован Знаете Изменением стиля То есть Артисты полностью Многие Переделали свой профиль Да Ну Из-за прошлогодних Результатов По таблицам букмекеров И это тоже такая Определенная особенность В районе 2021 года Давайте не будем тянуть Давайте Посмотрим Украину Итак Запись уже передо мной Смотрим Высказываем первые впечатления В конце Говорим выводы Что и как И обязательно выскажитесь И вы Конечно же После лайка на этот ролик Очень понравилось Что вы начали высказываться Писать свои комментарии Соответственно Ролики попадают в тренды А соответственно Желание делать видосы Увеличивается Ну что Давайте смотреть О боже мой Во-первых Что за этот аппарат По этому По подаче кислорода У солистки на носу Я что-то не понял Во-вторых Текст Другой Другой текст Я знаю что были Вы в курсе тоже Были скандалы По поводу Песни Которая схожа С оригинальной Народной композицией Веснянка То есть Весняночка Весняночка Я не знаю О чем поется Но это не обязательно Тут написано Евровидение пишет Что тут есть Субтитры У этого видео Ну какая нам разница Мы оценим Впечатление Ууу... ЁЕЕС Вот это я понимаю клепец, снят, опять же, не очень, что-то здесь все, одни планы вокруг Какой-то трактор, трактор на стероидах просто и, плюс, слепленный со старой машины, какими-то бешеными колеса от КамАЗа мне нравится трактор Заменили. Раньше они сеяли и веяли Сейчас Гоуэй только сеют конопелечки Я в прошлый раз думал, что это конопе Но мне подписчики подсказали, что конопелечки это конопля А шум еще вроде как дух леса, да? Что это не просто говорится о шуме, знаете, в соседней квартире Когда соседи занимаются сексом Это шум, это какой-то бог или дух леса Я особо не вдавался, я не считаю, что люди должны вдаваться вообще в эти подробности Это задача группы показать на сцене, что они имеют в виду На данный момент они едут не в лесу, а по какой-то лысой бетонной дороге Ребята Так, какие-то зараженные ковидом демоны пробираются сквозь кусты Костер зажгли, вызывают духа Смотрите, кто-то им, видимо, сам этот шум расчистил им площадочку в лесу Чтобы можно было играть Ребята, конечно же, нашли розетки, потому что, ну, в Украине есть все Чувак слева просто стоит Ему просто сказали головой вот так качай И это, шея не будет болеть Подождите, стоп Айми... Ковидники сбегаются на костер Где наша порванная шуба? Девки гуляли, шуба порвали... Вы, кстати, хватит на меня орать Вы смотрели прошлый ролик Мне показалось, что в тексте слова порвали жопу Но вы же видели, я разговаривал с камерой и там что-то сказали Жопа порвали... Я такой... А что? Что? Ааа... Что девки гулялы, жопа порвали? Или мне показалось? Какая пошлятина... И как оказалось, я не один Люди многие услышали, жопу порвали Ничего вы там такого нет А что это вы оскорбились? А что вы оскорбились сразу? Но здесь почему-то никто ничего не рвет Такое чувство, что... Наши ролики смотрят Окей Я в прошлом ролике сказал, что подписчики пошутили Типа, о господи, они в этих ковидных костюмах Еще бы, знаете, еще бы в Припяти сняли этот клип Пожалуйста ЧАРНОБЛ ЧАРНОБЛ То есть в прошлом клипе тоже имелись в виду Не ковидные больные А радиационные больные Глубоко потоплена мысль Все равно не очень понятно, как шум связан с чернобыльской АЭС Но, пожалуйста, вот она В куполе, под куполом А, он на дуде игрец Вот этот электровайб неплохой Но вот, вот этот Напев мне не нравится Вот ВОСНЯНОЧКА 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 Они полностью переписали текст Они полностью переписали текст Хорошо это или плохо Мы сейчас с вами обсудим Потому что Для песни, которую три раза услышат в Европе Это не очень хороший знак По-моему Зачем она делает вид, что она колдует Заставляет их танцевать Она как будто Знаете, там песня про Весняночку То есть Та песня называлась Весняночкой Была про что-то А это песня про Весняночку Она говорит Я не пою твою Весняночку Я просто СЕЁ-СЕЁ-СЕЁ-КОНОПЫЛЫЧКЕ Пойте свою Весняночку Я пою свою Весняночку И это не плагиат У меня новый текст СЕЁ-СЕЁ-СЕЁ-СЕЁ-КОНОПЫЛЫЧКЕ Они смотрели наш видос Я ничего не могу сказать Вы слышали, как она тянет? Че я сказал в прошлом видосе? Очень сложный момент Вот с этой ноткой Я не знаю, как артистка поет вживую Песню эту Но вы слышите здесь Очень переработанный звук Все-таки это технокомпозиция Ой, электротехно Не знаю Электро, наверное, больше композиция А здесь они вставили Значит, живой белт С таким тремоло Даже Это даже не вибрато Какое-то такое Оно довольно быстренькое Может, потому что оно им не нравилось А не поэтому Электронно растянули Эту Иииииии На всю песню А здесь оставили полностью короткую То есть, насколько хватило воздуха Так и оставили Потому что Это более реалистично По крайней мере А, все, это конец Это конец Ну что ж, что я могу сказать, ребят Странная ситуация Песню полностью изменили Оставили ту же самую аранжировку Мелодия поменялась Текст полностью поменялся И тут Гоуэй попали в свою же ловушку Во-первых, да, песня стала динамичнее Она длится всего 3 сек... 3 минуты Поэтому она не так надоедает Как в 4,5-минутной версии Естественно Но, видимо, все-таки Тот костер, который сами же Жители Украины Разожгли у себя По поводу Плагиата и прочей Вот этой фигни Заимствованной У народной композиции Видимо, повлиял на группу Видимо, все-таки Правила какие-то Были нарушены Раз было принято решение Изменить текст Послушав эту песню Мы понимаем, что Предыдущая композиция Была интереснее Не из-за вот этой Электронной стилизации Которую сделали Голой А именно Из-за той самой Народной песни В корне Это интересно Это народно Это истинно народно Здесь Попытались придумать Какую-то Песню И ничего не понятно И надо по-новому Влюбляться Как бы та песня Не была плоха Люди ее уже Немного Так, знаете У себя в голове держат Ну, как минимум Фанаты Евровидения Здесь же Я бы не сказал Что это, знаете Железный Проходчик Финал Потому что Во-первых Ну, язык Мы сами понимаем Во-вторых Здесь эта песня Просто как вайп Работает Как танец Как какой-то такой Рейф Транс Тусовка На Евровидении Что все просто будут Отрываться И им будет пофигу Эту атмосферу Нужно будет создать Зная, как Испо-солист Гоуэй Особо не любит Двигаться на сцене Мы знаем Это по соловью По прошлогоднему Я не знаю Как она всю эту энергетику Вывалит Возможно Они полагаются На музыку Но здесь нет Хитовости Здесь мало За что зацепиться Я не вижу Эту песню Слишком далеко То есть В каких-то местах Я бы сказал Что песня Возможно И удачнее предыдущей Конкурс Евро не любит Дайверсити То есть Обязательно Среди прошедших Финал будет Пара таких странных Или роковых песен Или вот каких-то Ну, чтобы показать Что, посмотрите У нас разнообразие стилей Конечно Нельзя не похвалить ребят За то, что они Придерживаются Своего стиля У них есть Эта возможность Их как бы Я так понимаю Никто ни в чем Не ограничивает Не заставляет их Под какой-то формат Себя подбирать Но вот Именно та песня В ней был какой-то Умпф Какой-то народный Умпф А здесь Получился Умпф Она обнажила Все недостатки Предыдущей версии Да? Понимаете? Да, Украина Всегда проходит Финал У них Отличная Вообще Резюме Ну, как мы знаем По Юлии Самойловой Как мы знаем По участникам Из Азербайджана У них нет иммунитета От непрохождения В финал Я ставлю Этой песне 4 балла Ну, давайте Передвинемся Согласны ли вы со мной? Пишите свои баллы А мы перейдем К Беларуси Беларуси В прошлом году Должна была представлять Певица Вэл С песней Давидна Да? Заснулась Занена Ну, значит Евровидение Отменили И в этом году У нас едут Группа Голосы Зместо Я научу Тебя I'll teach you Беларус Под видео Огромное количество дизлайков 4,5 тысячи дизлайков И всего 850 лайков Мне сказали Обязательно посмотри Что это какой-то трэш Невероятный трэш Я группе ВКонтакте Делал пост Что мол Подскажите, что мне посмотреть Потому что Вроде как Отбор официально У Беларуси не объявлялся Но люди как-то оставляли Свои заявки Прикладывали Свои живые выступления И мне поприсылали видосы Я уже хотел делать видос Про Беларусь Но я жутко не успевал Вот эти вкладки У меня все остались открыты Которые я хотел посмотреть Там песен 5, 6 И что-то вот Голосы из места Я не припомню Видимо Совершилась какая-то Рокировка Без всякого отбора Беларусь решила Как в России Выбрать Исполнителя Я уже готов смотреть Ну что ж Давайте заценим Давайте заценим Окей Мне знаете, что напоминает Господи, как же Earth, Wind & Fire Или кто эту песню пьет Похоже Ну, знаете К фильмам Марвел Подойдет Про Грута Или где там Крис Пратт играет Я не помню, как она называется Какая-то такая Знаете, старинная Из 80-х Окей Мы еще и по-русски поем Какая квартира Красивая икеевская квартира Только почему красный фон Мне это напоминает Ну, мне это пока что Звучит немного устаревше Типа, вот знаете Похоже на Машину времени Или там, я не знаю Где вот Андрей Макаревич Пел вот эти все времена Как будто ранние 90-е Которые еще наши родители слушали Несовременный Застоин Ретроград Недопустим Ретроград Недопустим Современные Устои Это все Это все Очень сложно Воспринимается За рубежом И то есть Это какая-то такая Дешевая пародия На рок В гараже Нету Ни эмоциональности Ни какого-то Выплеска Ничего То есть Он просто как-то по наитию Даже Ну он же по фонограмму здесь Специально Видео для Евровидения Уже снятое Готовое Че тут как-то Он даже не напрягается Не старается Ах вот в чем причина Ах вот в чем причина Вот почему Все говорят Рамин Посмотри срочно Тут нужно Чуть ли какие-то Не петиции создавать Я научу тебя Плясать под удочку Я научу тебя Клевать На удочку Знаете Не самый приятный Месседж Который Хотелось бы Пропагандировать Правда? Мне показалось Он сказал Ты будешь всем доволен Раб Всему Я понимаю Почему песня Вызывает Отторжение Не очень приятно Понятно То есть Вы же понимаете Что текст Здесь очень аккуратно Завуалирован Здесь он очень Аккуратно составлен Да Припев совершенно Не относится к куплету Это просто такой Плевок Я бы даже сказал Вброс Некрасивый Некрасивый Нечестный Естественно Жители Беларуси Все понимают А за рубежом Ничего не поймут Вот вам и Результат Только нахрена У меня вот одна мысль Нахрена Это делает все Белтелерадиокомпания Которая Организует Собственно Евразия Она же Вещателем Я Повезу Тебе Смир Нажмем О господи А че барабанщик Потеет Что ты потеешь Ты под фонограмм Играешь на барабанах Что ты потеешь И они все Главное Все поют В микрофон Хотя Бекки Только женские Здесь В песне Пашут Лошади В угаре Че он сказал Смени на овощи Все мясо Какой-то такой Гаражный Знаете Гаражный Бардовский Такой даже Я не знаю Даже оскорбление Наверное Для бардов Будет Какой-то дурацкий Сленг Так не пишут Песни Так на канале На ютюбе Можно сочинить Какой-то такой Дребедень Типа Надевать Русы Чтобы холодно Не было Ну что это Фу Фу Мне не нравится Сейчас мы Сейчас мы Почитаем Комментарии После этого дела Это просто Какой-то Степ Типа Над людьми Получается Давай Мечтай Денег нету Ну ничего Возьми Кредиточек Заплати Процентики Я тебя Научу Плясать Падут Такой Чувствуешь Как будто Знаете Песня Как говорится Написана Я бы не сказал Что здесь Самая мощная Самая яркая Гитарная Соло Которое я слышал В своей жизни Но это Дерьмо Это Дерьмо Давайте Дослушаем Что тут есть Ну это Дерьмо Это Дерьмо Это Говно И это Трэш Потому что Зная Контекст Это Невозможно Слушать Вот Давайте Смотрите Что люди В комментах Пишут Let's Make a record Of most Disliked Eurovision Song Ever Да Пишут Жесть Шлаг Мне писали Естественно Люди Люди Будут Освист Группу Если В зале Будут Люди А я Надеюсь Что В зале Будут Люди Я вижу Что в комментариях Все недовольны Действительно Дизлайков Огромное количество Но с точки зрения Технического Попадания На Евровидении Здесь Все чисто Здесь Все Очень Пространно Здесь Все Очень Размыто У Вовещательного Союза Не будет Никакого Прецедента Для удаления Этой Песни Или Для Дисквалификации Потому что Вы же Сами Понимаете Что Это Пересекается С тем Что Евровидение Заявляет Что Они Неполитический Конкурс То есть С одной Стороны Мы Вне Политики Ля-ля-ля Музыка Музыка Давайте Слушать Оценивать Музыку С другой Стороны Сами Фанаты Говорят Дисквалифицируйте Беларусь Потому что Лукашенко И потом Эти же Фанаты Если Там Стране Дают Много Баллов Или Напрыгивают Говорят Все Политизировано Поэтому Здесь Такая Яма Ловушка Потому что Фанаты Сами Оказались В своей Яме Песня Сама По себе Она Стремная Она Как бы Позорная Беларусь Может Конечно Не выйти В финал Песня Просто Ну Она Ни о чем И она Полностью На русском Языке Даже В России Умудрились Не петь Песню Полностью На русском Языке Песня Плевок Песня Кусок Говна Чтобы Вот так Взять И со сцены На 200 Миллионов Человек Кинуть И сказать Ха-ха-ха Ааа Поняли Хер вам Вот так Вот Люди И это Грустно Это На самом деле Очень Обидно Потому что Я не знаю Достаточно ли Фанатам Будет Гнева Потому что Вы же сами Понимаете Что эти петиции Ничего не сделают Я что-то не помню Что какая-то петиция Как-то на что-то повлияла Это все фигня Это все люди делают Для чего-то В Европе Кстати Могут прислушаться Я не знаю Как будет Вещательный союз Реагировать на эту тему Но песня Говно Песню я могу Сказать что Говно Я могу подтвердить Что и Россия И Украина И Беларусь У них нет иммунитета К выходу в финал К непроходу в финал Я считаю Что они в этом году Все в одной лодке И мы можем ожидать Победителя Какого-то из Европы Возможно Даже голосование Будет поинтереснее Потому что Все внимание Будет туда То есть В этом году Ни у России Ни у Беларуси Ни у Украины Нету достаточно Сильной песни На данный момент Мне не нравится Мне не нравится Я ставлю этой песне Омпуа Один балл Это минимальный балл Потому что Ноль на Евровиде Не бывает Если бы меня просили Поставить оценку Я бы сказал Омпуа Один балл Я считаю Что это неуважительно Это некрасиво И песня еще говно Вот вы хотя бы Могли бы написать Классную песню Какую-нибудь Нет Не хочу никого оскорблять Но Какую-нибудь Знаете В стиле Юфории Там Я не знаю Там Лукашенко А митинги Я все Разгорю На вертолете Я Улечу И не поймаете Это был хотя бы хит С дерьмовым смыслом А здесь Я научу тебя плясать Однажды я жил в деревне А теперь я живу в городе И мы В своей стране Людям Чтобы было Как хочет Саша И вот эта вот вся херня Нафига нужна песня Дерьмо Мы на канале Музыка Оцениваем песни Евровиденские Без всякой политики Я понял Зачем песня Я понял О чем она И понял По какой причине Ее не любят Но песня Говно Я ей ставлю Единицу Ну и плюс Потому что я знаю контекст Я от себя еще Знаете Могу поставить двойку От себя отнял Один балл Поставил единицу Ребят Что вы думаете Что вы думаете Я считаю Что да Что это все Одного поля ягоды В этом году Все соседи Давайте обсуждать Смотрите предыдущий ролик Смотрите мои впечатления По поводу российского Национального отбора И подписывайтесь На нашу группу вконтакте Там будет премия Грэмми Подписывайтесь на спонсорство Видосы будете видеть Раньше От 49 рублей Ну что это 49 рублей Ну что это Что это СМС На национальный отбор Стоило 35 И та Вряд ли засчиталась Что вы И все Будут видосы Эксклюзивные ролики Тоже будут для вас открыты И основные видосы Будут выходить пораньше А мы увидимся с вами В следующем ролике Пока-пока Сосаное говно Под дудочку Блин Че тебе Змея что ли Под дудочку плясать Аладдин тоже мне Да Фу говно Хорошо Один Даже ноль Надо было поставить